Мы вас просим не копать эту здесь яму. Найдите другое место на полях соухоза. Если вам так нужно, рядом с собственным домом сделайте яму. Эта драма в Горбацевичах разыгралась после того, как жильцы деревни неподалеку от своих домов услышали рев моторов спецтехники. Все дело в том, что на поле, которое принадлежит филиалу Бобруйского комбината хлебопродуктов, приступили к раскопке карьера. Его предприятие собирается использовать в качестве внутрихозяйственных целей для подсыпки загонов, дорог и других сельхознужд. А это приблизительно 20-30 тонн в неделю. Соответствующее разрешение выдано Могилевским обл. исполкомам. Мы обратились в исполнительный комитет за получением соответствующего разрешения и мы его получили. То есть вот это разрешение для добычи общераспространенных полезных ископаемых. Это не земли непосредственно сельскохозяйственного назначения в том плане, что это не чернозем. То есть нам нужны именно вот эти вот грунтовые пески, используемые для строительства, то есть для ферм, для каких-то иных объектов. Жильцы обеспокоены и тем, что мимо их домов то и дело будут разъезжать самосвалы и тракторы. Путь до карьера проложен по главной улице, вдоль которых и стоят жилища протестующих. А это, уверены борцы за экологию, повлияет не только на здоровье людей, но и на чистоту их окон. Ведь отсутствие асфальта напрямую связано с клубами пыли, которая с приходом тепла оседает повсюду. Нам надо, чтобы здесь проложили асфальт. Между тем вопрос с асфальтом не по адресу. Руководство агрокомбината, в свою очередь, не разделяет взглядов односельчан. Ведь добывать землю не планируется в коммерческих целях, а выбранный участок поля самый, что ни на есть подходящий. К тому же, резюмирует руководитель, контроль за действиями организации будет вестись со всех сторон. Самовольничать никто не позволит. Карьера будет использоваться не менее 5-6 лет. У нас лежит полная ответственность за выемку земли оттуда и дальнейшая рекультивация этого карьера. То есть, там будет посажен или лес, если передадим лесному фонду, или мы его рекультивируем и сделаем там в оборот сельского хозяйства. Тем временем жители Горбацевичей отступать не намерены. Говорят, здесь жили их деды и прадеды, которые берегли то, что имели. Теперь же настал их черед. В качестве обоснованности подозрений съемочной группе предлагают проехать чуть дальше в лес и копнуть глубже. Опасения жильцов, впрочем, не напрасны. Ведь уже есть негативные примеры. Здесь раньше был обычный лес, но после вырытого карьера осталось озеро и свалка старых покрышек. И таких карьеров в этом лесу уже четыре. Изношенные шины, отмечают местные, тут прописались еще до нулевых. А вдоль самого озера можно гулять долго. И это неизвестно, сколько всего в себе еще таит вода. Зато картина маслом отчетливо видна в 200 метрах от перспективного карьера. Вместо ровной дороги, которая ведет к кладбищу, склон, а на месте растений, занесенных в Красную книгу, мусор. И это, уверяет жительница Наталья Сунцова, местность уже рекультивирована. До этого здесь был настоящий фильм ужасов. Люди бросали свиней, и какая-то фирма, частники, скупали у населения маленьких телят, козлят, резали здесь внизу, кости бросали, бросали роги копыта. Все это, запах, конечно, здесь стоял ужасный. И вороньонок, так они за лето были отъели, что вороньонок ревало нашу деревню, ну просто черной тучей. Черной тучей. Столько их здесь было. И вместо того, чтобы слышать пение птиц, мы слышали, как эти вороны каркают. Они, ну просто вот ты идешь, а они на тебя летят. Это было очень страшно, это было ужасно. По сути, жители деревни разбились на два лагеря. Одни по собственной инициативе устраивают субботники, другие же вывозят ненужный хлам за пределы дома. Несмотря на впечатляющие предыдущие примеры, экологи призывают жильцов не бить тревогу раньше времени. Ничьи права в этом случае не нарушены, а санитарно-защитная норма соблюдена. А то, что касается, значит, озабоченности людей, ну люди обеспокоены не столько, что это нанесет вред окружающей среде, сколько тем, что, пользуясь тем, что будет рядом карьер, люди начнут сбрасывать туда мусор. Мы регулярно будем проверять этот карьер, как минимум раз в месяц. И в случае, если там обнаружим стихийные свалки какие-то, будем выдавать предписания, которые землепользователь обязан будет выполнить. Что же касается действующих захламленных карьеров, то инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды уже разбирается с нарушителями. Виновные понесут ответственность по всей строгости закона. Но жителям Горбацевичей остается надеяться и верить, что из окон своего дома они будут любоваться на зеленое богатство, а не на искусственные горы из старых шин и костей животных. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.